Если пожар или если кто-то тонет, что надо делать? Именно на эти жизненно важные для всех вопросы и отвечали учения по спасению людей, которые прошли в Щелкове. Они начались в помещении физкультурно-оздоровительного комплекса на Центральной улице, где для сотрудников всех подразделений местной администрации прозвучала знакомительный инструктаж по действиям, которые необходимо предпринимать при возникновении чрезвычайных ситуаций. Затем раздался сигнал сирены. Людей оперативно вывели на площадку перед зданием. Подъехали пожарные расчеты, их сотрудники развернули специальное оборудование, а потом, используя альпинистское снаряжение, с крыши фока прямо по стене спустили пострадавшего. Далее из окна здания с помощью автовышки пожарные помогли выбраться оставшемуся в помещении человеку. Учения продолжились на территории городского парка. Спасатели отработали тушение лесного пожара. Огнеборцы не только продемонстрировали технику борьбы с огнем, но и рассказали о работе мотопомпы, которая позволяет качать воду практически из любого источника. В дальнейшем учения проходили на Клязьме вблизи пляжа. Спасатели Центра гражданской защиты вытащили из воды незадачливого рыбака, у которого перевернулась лодка, а затем также оперативно доставили на берег тонувшего горе пловца. Самый главный вопрос, который мы рассматривали, это действия и умения тех подразделений, которые входят в состав администрации, потому что основной упор был сделан на учреждения и подразделения социального блока, там, где массово пребывают люди. Естественно, для руководителей, для их заместителей по безопасности данное учение, я думаю, показало, какие действия необходимо принимать при чрезвычайных ситуациях. Андрей Циханович, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».